Дискуссии продолжаются. В Наринмаре состоялось очередное обсуждение закона об изменениях пенсионной системы. Что предлагают местные политики и когда жители Крайнего Севера смогут выйти на заслуженный отдых? Диагноз «рак» в регионе увеличивается число пациентов с онкологическими заболеваниями. Можно ли выявить недуг на ранних стадиях в Наринмаре и что предлагают врачи? Вне зоны отдыха Роспотребнадзор подтвердил плохое качество воды во многих озерах округа Печора не исключение. Купание теперь точно под запретом. Вместо сноса – капитальный ремонт. Жители одного из домов Наринмара боятся находиться в собственных квартирах. Фундамент держится на честном слове. Что говорят чиновники? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! С главными событиями этого дня в студии Олега Танзейские новости начинаются. В Наринмаре состоялся очередной круглый стол, на котором обсудили федеральный законопроект об изменениях пенсионной системы. На дискуссионную площадку ее организовала региональное отделение партии «Единая Россия», пригласили представителей власти, специалистов профильных департаментов, а также общественников. Напомню, в конце прошлой недели депутаты Госдумы поддержали правительственный законопроект в первом чтении. Тогда определили лишь общую концепцию документа и его основные положения. Детали же грядущих изменений Нижняя палата будет обсуждать уже осенью. Мы со 2 по 30 июля Нижским региональным отделением проводим обсуждения и сбор предложений по уже известному законопроекту о внесении изменений в пенсионное законодательство Российской Федерации. Поэтому наша сегодняшняя встреча, она, можно сказать, заключительная. Попытка сверки часов, сведения информации, цифр, статистики, все, что касается пенсионного обеспечения жителей Ненинского округа Российской Федерации. Могу выразить собственное мнение, чем больше занимаешься, изучаешь эту тему, тем на самом деле больше возникает вопросов. Участники круглого стола отметили, многие граждане считают, что в пенсионной системе необходимо оставить все как есть. Однако, по словам экспертов, нужно прислушаться к мнению правительства о том, что в ближайшие 3-5 лет количество пожилых людей в стране достигнет очень высокой отметки. Таким образом, на одного работающего придется более одного пенсионера. Это значит, государству будет сложно исполнять социальные обязательства. Демографическая и экономическая ситуация в России такова, что пенсионная реформа неизбежна. Мы все прекрасно понимаем, что в стране не так много денег, недостаточно денег. И чтобы та пенсионная система, которая у нас есть сегодня, нам ее надо в любом случае сохранить. А для этого необходимы какие-то решения. Мне хотелось призвать всех жителей нашего региона поддержать эту пенсионную реформу и выразить свои требования, с чем мы не согласны и что бы мы хотели видеть в этом документе. Все предложения, связанные с изменением пенсионной системы, которые прозвучали во время круглого стола, направят в Нижнюю палату. Напомню, на 53-й сессии депутаты окружного собрания приняли решение поддержать проект федерального закона с учетом специфики регионов, расположенных в районах Крайнего Севера. Предполагается, что пенсионный возраст в Заполярье для мужчин составит 57 лет и 55 лет для женщин. За последние пять лет число местных жителей, которым поставили диагноз «рак», увеличилось на 24%. В основном это заболевания желудка, легких и молочной железы. Такие данные озвучили во время пресс-конференции. Ее провели врачи Нениско-окружной больницы. Главная тема – онкоситуация в регионе. Цифры, статистики неутешительные. Сегодня на учете у медиков состоят порядка 800 пациентов. Это не только взрослые, но и дети. Все подробности в материале Александры Литковой. Нерациональное питание и вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, а также наследственность – основные причины возникновения онкологических заболеваний у жителей региона, отмечают медики. Опухоль, она просто так не появится. Понимаете? Нужна какая-то площадка для этого. То есть любое хроническое заболевание, есть облигатные предраки, то есть предраковые заболевания, которые, возможно, превратятся в 80% в рак, да? Вот за ними нужно тщательное наблюдение. Поэтому у нас осознаны группы диспансерного учета по предраковым заболеваниям. То есть, например, если у человека есть хроническая обструктивная болезнь легких, да? Человек курит, да? Факторы риска, которые есть. Человек злоупотребляет алкоголем. Три фактора риска. Плюс хобл на фоне этого часто появляется рак легкого. С начала года на учет у врача-онколога уже встали 72 человека. Это те люди, диагноз у которых подтвердился официально. Медики говорят, в последнее время очень часто опасную болезнь выявляют у женщин. В основном рак молочной железы. Одна из главных причин – отказ от грудного вскармливания. Женщины не хотят кормить святей грудью. Очень высокий риск развития онкозаболеваний. Плюс частые аборты. Это тоже очень высокий фактор риска развития данной патологии. Это высокая группа. И обычно те женщины, которые отказываются кормить грудью, которые делают часто аборты, у них чаще всего возникают такие состояния. Онкология с каждым годом молодеет. Если пять лет назад случаи заболевания у людей, кому до сорока не регистрировались, то сегодня они выявляются и у граждан моложе 30 лет. Кроме того, высокой остается и смертность среди пациентов. Только с начала года уже 39 умерших. При этом растет число случаев раннего выявления рака – первой и второй стадии. На сегодняшний день оснащенность Ненецкой окружной больницы позволяет диагностировать практически любые формы онкоболезней. Речь идет не только о функциональной или лабораторной диагностике, скрининговых исследованиях. Я имею в виду онкомаркеры, флюорография, маммография. Те исследования, которые традиционно входят в такие скрининговые исследования. Но и детальные исследования, связанные с верификацией опухолей. Это эндоскопические исследования желудочно-кишечного тракта, эндоскопические исследования легких, некоторые другие. Эти исследования позволяют не только визуализировать процесс, но и брать материал на так называемые гистологические исследования. А вот результаты анализов пациентов, в которых сомневаются местные медики, отправляют для более детального исследования в Архангельский онкологический диспансер. Между тем, уже скоро каждый житель региона сможет абсолютно бесплатно пройти так называемый онкоскрининг. Он будет включен в плановые профилактические медосмотры. В объем диспансерного обследования таких пациентов включили в том числе и обследование на онкомаркеры. Понятно, конечно же, что обследование на онкомаркеры не является стопроцентно достоверным и стопроцентно специфичным, но тем не менее это путь для улучшения и для, так скажем, усиления акцентов, усиления внимания по, так скажем, онкологическому поиску. Да, просто существует на самом деле очень большое количество онкомаркеров, но далеко не все эти онкомаркеры являются специфичными для именно диагностики онкологического процесса. В августе врачи Ниньской окружной больницы отправятся в Архангельск для проведения серии консультаций с коллегами. Результатом этой поездки станут договоренности, которые позволят улучшить качество обследований пациентов. Также планируется организовать телемедицинские консультации с онкологами из других регионов. На наш взгляд основная перспектива в улучшении лечения – это развитие удаленных телемедицинских консультаций. И удаленных телемедицинских консультаций с тем, чтобы наши онкологические пациенты не выезжали просто на осмотр в Архангельск или Санкт-Петербург, а проводили эти консультации дистанционно, с тем, чтобы дистанционно назначалась дополнительная терапия, и наши пациенты эту терапию здесь получали. На пресс-конференции отметили, некоторые пациенты, которым поставили диагноз «рак», зачастую отказываются от лечения. По словам врачей, таких случаев не должно быть вообще, ведь онкология – это не всегда приговор. На сегодняшний день медицина шагнула далеко вперед, поэтому успех в лечении в первую очередь зависит от стадии заболевания. Чем раньше человек обратился за помощью, тем выше шансы победить опасный недуг. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». К другим темам. Водоемы, расположенные вблизи Наринмара, непригодны для купания. К такому выводу пришли в региональном Роспотребнадзоре. Его сотрудники произвели отборы проб воды и взяли в 11 точках, в частности, на реке Куя, Качгартинском, Комсомольском и Голубых озерах. Результаты анализов показали – вода не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. В связи с этим, ведомство рекомендовало гражданам не плавать в данных местах, так как это небезопасно для здоровья. Напомню, согласно постановлению городской администрации, купаться на территории Наринмара категорически запрещено. Штраф – 500 рублей. Теперь о предстоящих выборах. В Приморско-Куйском сельсовете закончилось выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования и депутатов местного совета. Как сообщили в избирательной комиссии, за пост руководителя сельского совета будут бороться пять человек. «Единая Россия» выдвинула действующего главу Виктора Таратина, ЛДПР-помощника депутата Госдумы Ксению Фролову, музыкальный руководитель детского сада поселка Красное Марина Рассохина, фельдшер местной амбулатории Сергей Марташенко и заместитель директора третьей городской школы Мария Левчакова намерены участвовать в компании как самоводвиженцы. Из пяти кандидатов зарегистрированы пока только двое – Марина Рассохина и Ксения Фролова. А вот на 10 мандатов в Совете депутатов сельсовета 17 президентов. 8 – «Выдвинутые Единой России», 3 КПРФ, 1 ЛДПР. Остальные 5 – «самоводвиженцы». Напомню, в состав Приморско-Куйского сельсовета входят поселок Красное, деревня Куя, Осколково и Черное. Осевший фундамент, прогнившие полы и отсутствие каких-либо удобств жители Сопрыгина-4 боятся находиться в собственном доме. Их деревяшка, простоявшая уже полвека, в крайне печальном состоянии. Самое интересное – в число ветхого жилья строение попало только пару месяцев назад. Правда, переселить людей обещают не раньше 23-го года. Собственники не уверены, что дом сможет выдержать столько времени. На днях обеспокоенные горожане пригласили представителей партии «Единая Россия» и ответственных чиновников. Чем закончилась встреча, расскажем прямо сейчас. Мы живем в аварийном доме. И нас поставили на сегодняшний день на 23-й год. Это куда? В какую очередь вы нас запихали? Извините, пожалуйста. Жить в этом доме опасно. Это ясно и без специальных экспертиз. Еще в 2014-м жители старой деревяшки начали бить тревогу. Писали везде и всюду, чтобы их поставили в программу по переселению. Однако произошла ошибка. Сопрыгина-4 каким-то чудом оказался в списке домов, включенных в реестр капитального ремонта. В это время дома, которые находятся рядом, правильно оформили в свое время документы на включение в программу и более ранние сроки. А этот дом побис, можно сказать, не только номинально, но и официально на словах, побис в воздухе. То есть, все, там кое-где ремонты подлатали, дыры, да, да, да. В результате поставили процент износа маленький, а сделали ремонт безобразно. Мария Филиппова живет здесь с самого детства. С мужем стараются делать ремонт каждый год, потому что дома седают и появляются трещины на потолке и стенах. В марте они поменяли стеклопакеты, но через пару месяцев на них образовались трещины. Хотели убрать эту большую печь, да нельзя, иначе рухнет потолок. Семья Филипповых многодетная. По словам главы семейства, после проведения капитального ремонта стало только хуже. Зимой при сильном ветре в квартире очень холодно. По всем комнатам у нас поддувает. Когда очень холодно, газ у нас постоянно работает, котелок, но все равно температура не поднимается высоко. Особенно по полу у нас малыш ходит, постоянно болеет, ветер постоянно дует. В старой деревяшке нет никаких удобств. Воду носят сами с ближайшего колодца. А так как семья большая, то в день надо сходить не по одному разу. Особенно сейчас, в жаркое время. И за такие неудобства семья еще и дает немаленькую сумму. Вот коммунальные. У нас в итоге 8 тысяч ходит. Все, пять ко платье. Ну да, 8 тысяч. Это недлагоустроенная квартира. Ну, трехкомнатная, но недлагоустроенная. За воду, за какой-то ремонт не существующий мы платим. Вопрос об оплате коммунальных услуг волнует каждого жителя этого дома. После смены управляющей компании суммы в платежках взлетели аж в два раза. Вот у меня однушка, я плачу за нее в ПОК-ИТС, управляющей компании. 2,29 за однушку. За содержание. А раньше у нас была управляющая компания базис. Да, у меня вот двухкомнатная, она 1200 было. В Медовиче 11 написать заявление муниципальный контроль. Проведут проверку, проверят правильность начисления. В случае установления ошибки либо какого-либо намеренного действия управляющая компания понесет ответственность. Еще одна проблема. Люди живут как на пороховой бочке. Дом, который расположен напротив и уже давно расселен, не отключен от газа. Я всю зиму наблюдал за этим домом, чтобы никто сюда не ходил. Постоянно вызывал полицию, если кто-то здесь, кто-то вламывается в этот дом. А если подожгут его, дом сгорит. Он под газом. Мы взорвемся. Поджигали. Поджигали. И с той стороны уже дом горел. И это мои дети. Мои дети увидели, что папа, дом горит. Я вызвал пожарную службу МЧС. Они приехали, затушили. Еще спасибо сказали, что вовремя среагировали. А как мы будем дальше жить? Представитель профильного департамента, который также присутствовал на встрече, заявил, ситуацию с газами справят в ближайшие дни. Более того, в ходе диалога жители дома заверили в том, что их расселение состоится раньше, чем они думают. Вместо 23-го года сейчас определен срок до 20-го. Ваш дом стоит на втором этапе. Это 17-е-20-е годы. Приоритет по расселению признание домом аварийным, год признания. Ваш дом признан аварийным в этом году. То есть это перспективы 20-го года. Если будет достаточный объем финансирования, если будут необходимы объемы строительства, и благополучные прогнозы тогда сбудутся. Людмила Сидейская, Александр Дуркин, телеканал «Север». Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа определил тему очередной педагогической конференции, которая традиционно проходит в Наринмаре с 27 по 28 августа. Она будет посвящена стратегическим ориентирам развития системы образования в регионе. В этом году на площадке соберется более 600 участников. Это преподаватели, воспитатели и все те, кто занят в сфере дошкольного и профессионального образования. Между тем, на конференцию приглашены заслуженные учителя, ветераны педагогического труда и представители общественности. Симпозиум откроет пленарное заседание в Большом зале Дворца культуры Арктика, где директора учреждений и преподаватели обсудят актуальные вопросы в сфере образования, а лучшим работникам вручат ведомственные награды. Также 27 августа запланирован ряд совещаний с руководителями надзорных органов прокуратуры, Госпошнадзора и Роспотребнадзора. Во второй день, 28 числа, состоится педагогическое чтение, работа которых будет проходить по тематическим секциям. На них обсудят инновационные образовательные практики. Окончательную программу конференции профильный департамент утвердит во второй декаде августа. И в завершении выпуска комплексный центр социального обслуживания совместно с региональным отделением «Российский Красный Крест» подвел предварительные итоги благотворительной акции «Добро как чудо». За три недели вы, жители округа, собрали порядка 400 килограммов различных подарков для детей оленеводов. Это одежда, обувь, игрушки, канцелярские принадлежности и многое другое. Первый рейс с помощью нуждающимся детям отправится в общину Ямпто 30 июля. Первого числа подарки будут доставлены на Кане на 3 августа в рассвет севера. Напомню, принять участие в социальной акции можно до конца июля. Сбор подарков для нуждающихся проходит в комплексном центре социального обслуживания по адресу город Наринмар, улица Рабочая, дом 17А. Телефон для справок 42180. Добавлю, в прошлом году в ходе благотворительной акции «Добро как чудо» удалось собрать порядка 350 килограммов вещей для юных жителей Тундры. Такова была информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами и далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире.